Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, Алена! Айгуль! Очень приятно, все здорово! Рада приветствовать вас на вебинаре. Скажите, пожалуйста, видно ли презентацию? Тоже плюсик. Плюсуйтесь, если видно. Вот зелененький фандрайзинг. Отлично. И смотрите, ее вы можете, если захотите, скачать в разделе ресурсы. У меня, вот я как администратор, вижу его справа. Наверное, вы тоже видите. И если вы нажмете на зелененькую такую штучку со стрелочкой, можно скачать. Ой, здорово, уже скачали. Ну, площадка ФЕЦ нам всем привычная. Мне уже вот как ведущему теперь, и поэтому, думаю, будем ориентироваться. Ну, давайте начинать. Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о фандрайзинге. Ну, не обо всей теме, а о, ну, я так для себя ее сформулировала, как тренды. Потому что тема, если ее рассматривать, прям все-все, она глубокая, на много-много часов. И давайте поговорим по результатам моей поездки в стажировке в городе Санкт-Петербург, которая состоялась в Центре развития некоммерческих организаций. Благодаря проекту Фонда Евразии Центральной Азии при поддержке ЕСАИД. Мы все, вот, многие грандодатели здесь, я вижу, присутствуют. Проекты эффективного управления. И вот, собственно, в рамках этой программы я и поехала на данную стажировку. Вот я вам показываю тут картиночку из Центра. Почему так, да? Потому что хотела, чтобы вы увидели, что сама организация имеет право проводить такие курсы. Вот вы видите, сидят люди. У них такое помещение, квадратов 80. Это ресурсный центр для НПО. Туда приезжает НПО со всей России. И очень мне понравился формат работы, динамика, темы, и вообще активности, которые они проводят. И нашим Центром поддержки НПО, и тем, кто развивает потенциал НПО, мне кажется, очень-очень полезным было бы завязать с ними контакт и сотрудничать. Потому что это, ну, такое, знаете, сборище креативных идей, людей. И все очень динамично, развивающееся. И вот, собственно, почему они могут претендовать на то, чтобы вести курсы по фандрайзингу. Вот вы видите, люди сидят на таких зелененьких стульчиках. И на стульчиках есть таблички. И вплоть до того, что каждый стул подарен кем-то. Есть его табличка. И там можно на сайт к нему пойти, у кого-то телефон указан. То есть организация прошита идеей фандрайзинга. И прям в своей работе повседневно использует эти механизмы. И это очень здорово находиться вот в такой атмосфере. Почему, собственно, я попала на эту стажировку? Потому что в апреле они организовали дистанционный курс на платформе Stepik по фандрайзингу, который я закончила с отличием. После чего мне было предложено приехать и бесплатно постажироваться, поизучать фандрайзинг под руководством команды. Чем я не применула воспользоваться. Как вы видите здесь, зовут меня Светлана Богатырева. Теперь я хотела бы немножечко познакомиться с вами, чтобы понять, в каком ключе мне рассказывать, чтобы вам было наиболее полезно и интересно. Вот я представляю фонд женского лидерства. И два наших больших проекта. Это проект поддержки женского предпринимательства «Бизнес-мама» и проект профилактики суицидального поведения подростков «ТИНС». Здесь вы видите линки, они активны. Если вы скачаете презентацию, вы можете пройти по ссылкам и более подробно познакомиться с организацией, с нашими проектами, которые уже за годы работы, наверное, можно, пожалуй, назвать и программами даже. Ну и вот теперь прошу вас в унисон Татьяне представиться именно для того, чтобы мы могли с вами построить разговор в максимально полезном для вас ключе. Назовите, пожалуйста, свою организацию, из какого вы города или поселка, может быть. И вкратце, буквально в двух словах-предложениях напишите, чему посвящена ваша деятельность, такой основной вектор. Может быть, по целевой аудитории или по деятельности. Назово здесь присутствует 12 человек. Из них один я, один Татьяна, а все остальные могут, наверное, рассказать о себе, что предлагаю вам сделать. Давайте минутку подождем. А вы в чат, пожалуйста, напишите. Или, может быть, знаете, есть вот опция такая у нас поднять руку. Может быть, вы это сделаете и выйдете в эфир, как я, представитесь. Бабкова Александра Сергеевна, люди с инвалидностью, молодежь. Очень приятно. Насколько я могу представить, проект «Доступный Павлодар», который занимается вопросами доступности среды, как раз для людей с инвалидностью. Коллеги, пожалуйста, представляйтесь. Я вижу вас в чате, не молчите. Так. Кусаинова Айгуль, Астана, СОС, детские деревни, корпоративный фандрайзер. Очень приятно, Айгуль. Понятна ваша мотивация. Джалила Вадильнара, Общественный фонд Международный центр журналистики и медианет-образования молодых журналистов. Очень приятно, здорово. Дана Шахмед, добрый, Дана, Алматы, продвижение гражданского участия среди молодежи и городского участия. City Solutions. Так, отлично. Алена Кошкина, Международный центр журналистики и медианет-проект менеджер медиапроекта организации тренингов по медиаграмотности Алматы. Так, из медианета тут, коллеги, очень здорово. Дана Мухамеджанова. Так, вот я листаю чат, у меня почти презентация листается. Здравствуйте, зовут Дана, менеджер по развитию Центра поддержки гражданских инициатив. Очень приятно, Дана. Так, ну, кто еще пишет? Кто-то вот здесь, к сожалению, не видно, когда кто-то пишет. Давайте будем считать, что мы все представились, кто счел необходимым. Очень приятно. И поедем дальше. Так. Прежде чем разговаривать по теме, мне хотелось бы определиться с вами по понятиям, да, как говорится, чтобы мы примерно в одном смысловом поле с вами были и понимали, про что мы говорим. А фандрайзинг сегодня, или фандрейзинг, как его еще называют, когда мы будем говорить это слово, я предлагаю подразумевать поиск ресурсов на проект. Здесь важно, что это не просто такой поиск ресурсов и никуда, что это на проект, и что это именно ресурсы, то есть они могут быть и материальные, и нематериальные. И под проектом мы будем понимать последовательность действий, имеющую цель по смарт-критериям. То есть это здесь важно два ключевых момента, что это не просто набор хаотический каких-то мероприятий, а что это именно последовательность действий для достижения цели по смарт. Коллеги, скажите, пожалуйста, насколько знакома тема смарт-критериям? Все понимают про что? Поставьте плюсик, если вы понимаете про смарт-критерии. Мне пугает тишина, или все уснули, или никто не знает. Ну смотрите, я вам тогда выведу этот слайд про смарт-принципы. Если мы говорим о проекте, мы говорим, что это деятельность, которая, во-первых, очень четко сформулирована, последовательно и логично. Поддается измерению по определенным критериям, которые четко заданы. Что она является достижимой, то есть формулировка «спасти весь мир» здесь не особенно подходит. Релевантный, то есть она поддерживает всю деятельность организации или человека, который ей занимается, что это не разновекторные, не разнонаправленные активности. И измеримого времени, то есть вот это ограничено во времени, это тоже очень важно. И вот все эти вещи, это про проект. Когда наша деятельность отвечает всем этим критериям, значит мы смело можем называть ее проектом. Это важно, потому что фандрайзинг – это деятельность, которая должна быть направлена именно на такие вот ограниченные во времени, понятные, измеримые вещи, потому что фандрайзинг просто в воздух, он не работает, к сожалению, и поэтому это принципиально важный момент. Так, коллеги, я бы хотела сейчас еще одну такую проверочку сделать, слышно ли, видно ли меня, есть ли связь, потому что сегодня очень плохой интернет с утра, у меня он так периодически вышибает. Поставьте плюсики, если вы меня видите, пожалуйста, и слышите. Такая тишина меня пугает. Так, спасибо, плюсы пошли, я вижу. Еще к нам присоединился Серик, Центр поддержки гражданских инициатив «Астана Аналитик». А, вот почему у меня не видно ваших плюсов, потому что почему-то я листаю, и у меня листается презентация. Да, что ж такое, как у меня это сделать? А я хочу чат листать, вот. Да, но скачать презентацию можно справа в разделе «Ресурсы», нажав на зеленый значок, и вы скачаете ее. Итак, вот это такое кратенькое введение в тему, о чем говорим, чтобы было понятно, что фандрайзинг – это не просто сборы, в принципе, на какую-то абстрактную тему. Еще немножечко теории, это вот с курса по фандрайзингу, те, кто на нем были, наверное, вспомнят эту табличку, что для любой организации, для любого проекта есть внешние и внутренние источники средств, которые можно использовать на его реализацию. Внутренние – это те, которые, собственно, сама организация, сама команда может изыскать, используя свои собственные силы. Например, внутренний фандрайзинг – это взносы членов организации, или же, ну вот, когда какая-то социальная инициатива организуется, все еще горят, все еще мотивированы и готовы порой вносить свои собственные средства. Причем, так как мы говорили, что ресурсы – это не только деньги, здесь могут быть и какие-то интеллектуальная собственность, и усилия, время, какие-то взносы продукции, мебелью, оборудованием – все это тоже относится к внутреннему фандрайзингу. Есть активное предпринимательство – это когда НКО как организация занимается социальным предпринимательством, но это не сегодняшняя тема, хотя я, например, являюсь тренером британского совета по соцпредпринимательству, провожу тренинги и для НКО, и для просто людей. Пассивное предпринимательство – это когда команда, проекты или организация, используя свои имеющиеся ресурсы, может на этом зарабатывать, то есть сдавать в аренду помещения, оборудование, может быть, проводить какие-то мероприятия полукоммерческие, вот это все относится к пассивному предпринимательству. И оптимизация расходов – это когда мы либо выбиваем скидки, либо экономим на чем-то, на каких-то своих внутренних расходах, либо практикуем совместное потребление с кем-то, то есть если для графии, то мы все знаем, что чем больше заказ, тем дешевле цена, и если несколько организаций или проектов закажут там себе плакаты и листовки, то можно таким образом снизить свои расходы. Но это вот очень кратенько, чтобы просто было понимание, откуда в принципе могут браться деньги из внутренней среды организации. Внешне – это получение грантов и премий от государства, это сотрудничество и фондрайзинг в бизнес-среде, я, кстати говоря, тоже проводила тренинги для НКО именно по этой теме, потому что это довольно сильная наша сторона, и наша организация неплохо сотрудничает с бизнесом, имеется в этом опыт. И фонды, то есть это вот те самые гранты международных организаций или фондов, которые существуют внутри страны для реализации своих проектов. И вот последний пункт – частные пожертвования, я его выделила очень жирным шрифтом, именно потому что сегодня хотела бы остановиться на нем. для понимания, наверное, надо сказать о контексте, в котором сейчас работают некоммерческие организации, социальные предприятия в России. Наверное, все вы помните, что не так давно Россия совершенно отказалась от сотрудничества с иностранными фондами, донорами, и все организации, которые так или иначе продолжают получать помощь от них, называются там иностранными агентами, имеют этот лейбл, и там ужесточена отчетность очень сильная, и налоговая, и программная для таких организаций. И самое плохое, что когда эта организация работает в публичном поле, делает какие-то посты или выступления для журналистов, обязательно всегда говорится, что это иностранный агент. И то есть вы понимаете отношения людей, когда они видят, что данный фестиваль проведен иностранными агентами, или данные информационные материалы выпущены иностранными агентами. То есть это очень сильно подрывает вообще всю суть проектов и деятельности, которые реализуются этими организациями. Соответственно, организации не хотят быть агентами, не берут иностранных денег и остаются в таком... Они остались, конечно, очень многие совершенно в подвешенном состоянии, в непонимании именно потому, что фондрайзинговая стратегия очень долгие годы была построена на получении грантов от иностранных доноров. То есть это довольно лояльные доноры, которые поддерживают креативные идеи, какие-то новые идеи, правозащитную деятельность, очень открыты к такому широкому диалогу с гражданским обществом. И когда вдруг этого источника не стало, осталось, по большому счету, из такого постоянного и проверенного для них источника только государство. Это президентские гранты и так далее. Если экстраполировать эту ситуацию на Казахстан, если сейчас все иностранные доноры вдруг уйдут, у нас останется только государство. Наверное, те, кто в секторе НКО работает, понимают, что это такое, что это очень печально. И не каждое НКО будет сотрудничать на тех условиях, которые предоставляет государство, что это очень такой у нас неоднозначный процесс, попробуй попади в этот круг доверенных НКО для государства. И потом, как в этом году, проблемы с финансами, когда выигравшие гранты долго очень не могут их получить. И так далее. Это достаточно ограничивает деятельность НКО. Соответственно, не было бы добра, дохода помогло. То есть нет хода без добра. Они вынуждены были просто начинать искать альтернативу этим источникам. То есть сама жизнь заставила их развиваться, думать, где же еще, как же еще брать, получать деньги. Потому что госфинансирование – это хорошо для тех, кто это постоянно делает, готов к этой схеме, а всем остальным тоже либо закрываться, либо креативить. Вот они пошли как раз по пути креативности. И здесь очевидно, что вот эти два канала – средства у бизнеса и средства у простых, обычных людей – это те каналы, которые они стали активно развивать. И вот за два дня активного тренинга мы проходили и бизнес-направления, и частные пожертвования. Но они очень такие емкие, и поэтому сегодня я хотела бы остановиться именно на частных, потому что наиболее развитая сейчас там тема и набирающие обороты. То есть они оценивают ее как перспективную. Нам озвучивали даже данные исследований, таких официальных научных, о том, как люди жертвуют, сколько и как этот процесс нарастает, как он формируется, вот это гражданское сознание в сфере благотворительности. И как это все, если эту сферу развивать, развивать вот так массово, да, какой есть потенциал, и только при условии применения определенных инструментов. Потому что если мы слышим слово частные пожертвования, нам приходят в голову сразу какие-то, ну, только вот сборы на больных деток, или же какие-то люди, ходящие по улицам с протянутой рукой, просьбы пожертвовать на что-то, да, и вот эта вот унылая картина, она, конечно, не то, что способствует развитию этого рынка, а что, как ситуация там, я сейчас попробую вам рассказать, как она обстоит. У них, значит, в Питере есть такая организация общественная, Добрый город. Эта инициатива уже распространяется по всей России, на добрые города, Добрый Питер, Добрая Самара и так далее, и так далее. И состоит она в том, что это тоже такой типа ресурсного центра для НКО, который для них аккумулирует информацию о них, выпускает карту, где помечено на карте организации благотворительной и социального характера, куда можно обратиться, получить помощь с контактами. Ну, то есть на базе вот картирования они доносят до граждан информацию об НКО и друг о друге, и о социальных предпринимателях, о всех, кто работает так или иначе в социальной сфере. И вот они пришли к идее о том, чтобы многочисленные НКО не закрылись в связи с таким климатом ожесточившимся, политическим. Они пришли к идее о том, что нужно как-то помогать им фандрайзинг. И был организован фандрайзинговый фестиваль, и это не разовое мероприятие, это уже стало таким форматом. И это именно то, что помогает собрать массово деньги и пустить, распределить на какие-то благотворительные цели. Вот немножечко расскажу об этом инструменте фандрайзингового фестиваля. Называется он Добрый город. И смотрите, он совмещает в себе много-много разных активностей. Это, как правило, проводится на какой-то крупноизвестной всем площадке, в торговом центре, в аэропорту, ну то есть там, где очень большое скопление народу традиционно. И совмещает в себе очень много разных активностей. Например, это ящики для сбора пожертвований, сбор товарных пожертвований, ярмарки тут же, да, вот где продаются сувениры неких организаций, там, людей с инвалидностью или же пенсионеров. Также в эти фестивали, эти фестивали могут быть проведены в рамках сотрудничества с каким-то крупным холдингом, с крупной национальной компанией, когда на базе этой компании сама акция, либо же привлекаются сотрудники, которые, ну вот, волонтерским образом, да, и сами могут работать на этой акции, собирают либо какие-то товары, либо деньги, либо, ну, какие-то даже вот мастер-классы проводят для определенных уязвимых групп. И это все, ну, тоже в рамках программ КСО, корпоративной социальной ответственности и корпоративной благотворительности. То есть, ну вот, изначально идея была в том, чтобы собрать много некоммерческих организаций, дать им площадку, и каждая организация на этой площадке может провести какую-то некую свою фендрайзинговую активность для того, чтобы привлечь средства именно себе. Но это может быть и аккумулирование средств вот в фестиваль, и уже сам фестиваль решает, какой организации там эти деньги передаются. То есть, это зависит от концепции, которая была разработана сотрудниками на входе. Так, вот фото примеры акций. То есть, это в торговых центрах вы видите, это вот и ярмарки, и волонтеры привлечены, и брендируется все это. И суть фестиваля в том, что, когда каждая конкретная организация фондрайзит на себя, это, ну, выглядит так как бы очень локально, а когда объединяются силы многих организаций, во-первых, объединяются их целевые аудитории, их журналисты, которые их знают и приходят, чтобы осветить. И тут в поле зрения попадает другая организация. Их волонтеры объединяются. И люди, когда, ну, простые жертвователи потенциальные, да, они испытывают больше доверия к этому формату, чем нежели каждая конкретная организация будет собирать там свою копилку, да. А здесь все-таки под лейблом вот этим «Добрый город» уже проверенная такая организация, она на слуху, это такой известный бренд. И здесь вот зонтик, да, такой получается для более мелких организаций. Вот, значит, какие советы «Добрый Питер» дает по подготовке такого события. Ну, надо найти партнеров, это очевидно. То есть это может быть или сеть супермаркетов, когда одновременно там в городе в нескольких площадках запускается фестиваль, да, чтобы охватить жителей всего, там, всей географии города. Либо даже в нескольких городах одновременно может быть запущена такая акция. А вот еще один они открыли интересный такой механизм, что люди гораздо более охотно жертвуют в обмен на что-то, да. Да, это вот тот же самый принцип, который заложен в краудфандинговой компании, когда, ну, человек не просто подайте, да, на домики для бедных поросят, а когда человек получает что-то в руки, вот шарик, да, или пакетик вот с какой-то, с каким-то вот этой картой добрых городов или с чем-то, ну, что-то осязаемое. То есть человек это ощущает на психологическом уровне не как просто вот он отдал, а как какой-то полезный обмен. И вот эта вот вещь, она будет напоминать ему постоянно о том, что он сделал доброе дело. Люди очень открыто и охотно идут на такие, гораздо более охотно идут на такие пожертвования, нежели просто на просьбу о том, что дайте денег, да. И вот здесь как раз роль партнера, то есть подготовки этих пакетов, как раз нужно привлечь. Здесь вот мы видим, окей, это сеть супермаркетов, которые свои какие-то продуктовые пакетики подготовили, небольшие шарики, пакетики, то есть они таким образом помогли, да, это их вклад, а вот уже в обмен на это люди будут что-то жертвовать и таким образом выстраивается механизм определенный. Вот, ну и обязательно промоутеры, которые объясняют, рассказывают, это активные молодые люди, но маркетинговые акции коммерческих компаний в супермаркетах для нас не секрет, и вот по этому пути пошли НПО, то есть они тоже делают свой маркетинг, тоже красиво, с промоутерами, совершенно не жалостно, совершенно не на слезу, да, а очень динамично, очень интересно, и иногда люди, которых отпугивает, да, какая-то сложная социальная тема, здесь подходили красивые девушки молодые, улыбаются, смеются, шутят, да, и как-то вот этот процесс, он более, ну, более, что ли, так как-то вышел в народ, да, из очень узкого круга людей с социальной ответственностью, которые традиционно жертвуют, да, у которых есть вот это вот встроенное понятие, что надо жертвовать десятину, надо отдавать, там, и так далее, а вот таким механизмом достучаться можно до таких людей, которые вообще никогда, допустим, не задумывались о том, чтобы что-то куда-то пожертвовать, и зачем им это нужно, а здесь именно на механизме общения, взаимодействия эти вещи происходили. А вот они говорят о том, что фестиваль и любой вообще сбор пожертвований не должен быть только сбором, что это очень такая, ну, сложная тема, да, эти денег, да, и если только на этом, то сборы будут очень маленькими, что это нужно обставлять как праздник, как некую познавательную даже мастерскую, да, где-то мастер-классы, где-то, может, какие-то семинары обучающие, что-то, ну, такие вот элементы других активностей в этот процесс нужно приносить, и народ, ну, как-то и расслабляется, и начинает себя чувствовать в этом вот поле более комфортно, не зажато, да, и уже тогда может сделать пожертвование, да, то есть это не просто разовая акция, что он мимо кинул денежку, а человек, находясь здесь, слушает рассказы, да, это могут быть мастер-классы целевой аудитории, то есть люди с инвалидностью могут проводить мастер-классы, это будет иметь эффект и их включение в социум, да, и с другой стороны, социум более понимает этих людей, открывается, да, увидит, что это не страшно, да, вот как у нас есть стереотип, предубеждение, сейчас активно внедряется инклюзивное образование, очень много встречает такого противодействия, да, со стороны родителей, что, ну, как мой ребенок будет учиться в одном классе, там, психически ненормальным, как считается ребенком. Вот эти вещи, они как раз могут и быть на снятии барьеров таких ментальных, да, когда идущий мимо человек, там, где-то в парке или где-то присел, что-то поучаствовал и где-то познакомился, где-то снял вот этот стереотип у себя, та же мама, да, с ребенком, где-то если в парке это проводить, на какой-то площадке, ну, то есть гораздо глубже задействованы механизмы в этом, чем просто сбор денег, это и некая социальная нагрузка дополнительная идет, а сбор денег уже он, ну, как бы, он основной в этом, основная цель, но он не выпячивается так уж прям, что вот только ради этого все сделано. То есть там есть это, как и любой другой пиар-ивент, он имеет свои KPI, да, то есть что критерии, сколько там народу должно быть посещаемо, сколько денег нужно собрать, какая активность на что работает, это все простраивается и, конечно же, просчитывается, но таким все равно о социальном, социальной составляющей, о человеческой, о коммуникативной не забывают. И вот благодаря этому такие мероприятия становятся очень эффективными и помогают собрать достаточно большое количество. То есть речь о том, что не просто просите денег, да, а о том, что расскажите о своей проблеме, о себе, покажите этих людей, запустите процесс коммуникации и вот уже тогда, ну, то есть встаньте на позицию простого человека, который очень мало понимает про социальные проблемы, да, про какие-то вот вещи, с которыми вы боретесь. Встаньте на его позицию, зачем он будет отдавать свои деньги. Расскажите ему, погрузите его, но не академично, да, не какими-то статьями, а вот именно в процессе живого общения. И вот в этом модель этого данного мероприятия. Ну и, конечно, хэштег, публикации, рассказы о том, кто что пожертвовал, если эти люди не против, да, и они запускают это все в соцсети, что я вот был на фестивале, там пожертвовал, там, или, там, принял участие в такой-то акции. То есть это все вирусится тоже достаточно хорошо по соцсетям, какие вещи. Вот, они и также организаторы настаивают о том, что благодарность – это часть процесса фандрайзинга. То есть когда, вот эта часть сейчас западает очень сильно в наших компаниях, когда просто взяли денег и в лучшем случае где-то вывешена информация о том, как и на кого они потратили. А здесь говорится о том, что персональное спасибо каждому, даже частному, даже небольшому донору нужно предусмотреть. Это могут быть товарные пакеты, как я вот выше уже рассказывала. Это может быть упоминание где-то, рассказы о них, фотографии. Но, тем не менее, каждый-каждый человек, который жертвует, он должен чувствовать отдачу, благодарность. И он должен как-то почувствовать, что он часть некого большого дела. И вот здесь уже креатив команды, да, то есть как дать этому человеку это чувство. Но это очень важный шаг. И именно это подбегает людей, в следующий раз тоже жертвовать, чтобы это была не разовая такая активность. И ни для кого не секрет, что в бизнесе это правило, что гораздо дешевле работать с одним и тем же клиентом, чем привлекать новых. В фондрайзинге работают те же самые принципы. То есть там есть целые, ну это я попробую уже расскажу, когда про электронные, да, что, ну, суть в том, что надо удерживать жертвователя, донора, делать для него этот процесс комфортным, чтобы ему хотелось еще, да, хотелось за, вот он дает материальное что-то, а взамен можно получать эмоционально. И ему хотелось бы эти эмоции еще воспроизводить. И это как раз задача команды. Вот у нас сейчас, то, что я вижу, этот процесс оставляется на самого человека. То есть, ну, ты дал денег, ты почувствуешь, что ты молодец, да, значит, у тебя какие-то внутренние потребности. А там вот технология идет в сторону того, что именно ответственность команды закрепить за человеком эту потребность, как-то ему помочь, да, укрепиться в этом. И тем самым развивается культура благотворительности и помощи во всем обществе. Вот такие вот вещи, минимальные критерии для проведения такого фестиваля. Хотя они делают это как площадку для многих НКО. Они говорят, что и каждый отдельный НКО там или проект может проводить это для себя. Здесь вопрос на работа тости бренда, имени, да, насколько НКО знают в обществе, насколько доверяют. То есть, если малоизвестное, лучше тогда с кем-то партнериться более известным, с более наработанным именем. Если это НКО достаточно известное, то такое событие прекрасно работает и в сольном варианте для этой НКО. Ну, вот минимально они говорят, что нужно просто попросить у площадки, чтобы им дали пространство для фестиваля и не препятствовали в работе волонтеров. Ну, и какое-то минимальное, самое дешевое брендирование. И оптимально, если это все в партнерских отношениях, это все красиво, с брендированными стойками, с интерактивом. Ну, то есть, уже в формате настоящего фестиваля. Ну, и юридические моменты этой стороны, конечно, тоже надо не забывать, если ставится ящик для сбора пожертвований, значит, нужно его оформлять. Вот, в прошлый раз Наталья Янцин проводила вебинар, она очень хорошо рассказывала о том, как оформлять все эти вещи юридическим, бухгалтерским способом. Можно пойти на площадку ФЕЦ и посмотреть вебинар Натальи и понять, как это сделать законным, да, эту работу на площадках в рамках фондрайзингового фестиваля. Какие документы подписывать, как пожертвования оформлять, чтобы это было не просто кустарный способ, а именно все по закону. Налоги там платить не надо, если правильно это все оформить. Вот рекомендую найти на канале ФЕЦа вебинар Натальи Янцин об этом. Это вот был один такой большой формат работы с частными пожертвованиями, как фестиваль. Следующий это графикация, да, то есть тоже вот был недавно на ФЕЦ вебинар о геймификации всех процессов, тоже его можно найти, посмотреть. И вот здесь фондрайзеры пришли к тому, что уже существующие механизмы можно улучшать за счет процессов геймификации. То есть у них очень активно практикуется корпоративный фондрайзинг. Это когда компании в рамках своей корпоративной социальной ответственности у них есть бюджет КСО и у них есть бюджет на HR, то есть работу с персоналом. При объединении этих двух бюджетов можно сделать очень хорошие мероприятия фондрайзинговые, которые будут иметь эффект тимбилдинга для этой компании. То есть уже сейчас не модно просто вывозить свою команду на природу, проходить там веревочный курс или как вот это было несколько лет назад, активные тимбилдинги. Если там нанимается какое-то агентство, которое там развлекает людей и вроде как сплочение команды, то сейчас уже очень модно это объединять с бюджетом корпоративной социальной ответственности и делать мероприятия, ну такого, знаете, социального направления, что не просто мы выехали тут, пообщались, поразвлекались, а сделали какое-то хорошее полезное дело. Это и всякие корпоративные забеги, это и вот в Москве есть пример, запускают резиновых уточек, да, человек покупает уточку, запускает ее в пруд, там каждая уточка пронумерована, какая из них первая доплывет, а деньги за уточки, они вот как фондрайзинговый такой сбор. Здесь, значит, компания пошла еще дальше, то есть вот организуется некий такой тоже мероприятие корпоративное, на котором стоят ящики, сотрудники могут что-то пожертвовать, свое личное и компания удваивает все деньги, которые удается собрать НКО на этом фондрайзинговом мероприятии. То есть вот такой формат у них был, они активно работают НКО с крупными компаниями, получается, как ивент агентства, да, то есть они выходят на компанию с предложением, а давайте мы для вас делаем корпоратив вот на такую-то тему, вот с участием такой-то целевой аудитории для решения вот такой-то проблемы. И параллельно на этом корпоративном мероприятии идет сбор денег. Это было, и они придумали, как это усилить, как это улучшить, да, как добиться большей эффективности. Вот с 15-го года такое мероприятие проводится в каком-то из холдингов. Компания мало того, что сама деньги переводит, еще и удваивает. И вот они придумали такую графикацию, как вот сердце. Вы видите, я специальную фотографию сделаю покрупнее, что это большое сердце, состоящее из маленьких-маленьких сердечек, куда можно было наклеивать стикеры. И каждый сотрудник компании, который внес некую сумму денежную, там не было ограничений по сумме, любую, получал вот это сердечко и мог подойти в течение мероприятия, наклеить это сердечко на большое сердце. И там стояла сцена, и вот ведущий, он все время подстегивал этот интерес, говорил о том, что ребята, мы сегодня должны с вами заклеить это все сердце, и тогда эти деньги пойдут там на, и называл цель, да. То есть, и мы вот, если в этом сердце останутся пустоты, то это как бы пустота в нашем сердце, зачем нам это, ну, ну, то есть под это был подведен некий стерритеринг, и это стимулировало сотрудников компании делать больше и больше пожертвований. Вот они, значит, дают такие советы, что нужно придумать красивую историю, как вот с этим сердцем, с пустотами, метафору, да, некую для мероприятия. Можно оформить ее, постоянно напоминать, вот, ну, и давать какие-то, вот, шаг 4, дополнительная мотивация, это вот про какие-то плюшки, про то, что пожертвования всегда на обмен, и чтобы результат обязательно был наглядный. И вот, смотрите, о чем они говорят, что в итоге такого механизма выстроилась очередь к сбору пожертвований, некоторые люди возвращались много раз, потому что включается вот этот азарт, да, как же пусто, почему мы компания, почему мы все команды, но мы не запомнили это сердце, да, и все хотят-хотят, детям вообще большой кайф, да, дети сотрудников, вот, мам, ну, давай я там пожертвую, да, я еще наклею. Какие-то личные соревнования, ты столько наклеил, я столько наклеил. И в итоге увеличили они сумму пожертвований в два раза, вот, обычного показателя, и еще и плюс компания, которая, как мы помним, удваивает эти пожертвования, ну, она тоже вложила в два раза больше бюджета. Так, давайте вот так остановимся, мой рассказ будет из двух блоков, первый блок был, что касается оффлайн-акций, и я рассказала про два формата, фестиваль и графикации. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы на этом, на этой остановке про фестиваль, про то, как проводить мероприятия, что-то хочется ли спросить, уточнить, если есть, пишите. Так, все понятно, хорошо. Так, у меня здесь есть поднятая рука, кто-то поднимал руку, да, что-то кто-то хотел сказать. Ну, окей, переходим, давайте тогда дальше. Вторая часть моего рассказа будет касаться сбора пожертвований через онлайн-инструменты, через сеть интернет. Значит, коллеги из России говорят о том, что пожертвования можно собирать несколькими способами. Это делать можно кнопочку на сайте, и через банковскую карту собирать деньги через призывы, да, это нужен договор с банком, и там есть специальные компании, которые берут на себя роль посреднических услуг, и помогают коммерческим организациям этот процесс оформить, да, чтобы можно было через сам сайт делать пожертвования. Также есть компании, которые являются, ну, кошельками, да, такими, как вот у нас Kiwi, веб-кошелек, Яндекс, там, да, и так далее, и так далее. Можно собирать через них, у них тоже уже с банками собственные договоры, и можно договариваться с ними и делать свои кнопки на этих системах, и человек, жертв, ну, как бы, зная вашу кнопку, наличие ее на каком-то сервисе, может воспользоваться этим сервисом. Пожертвования можно собирать в рамках SMS-компании, здесь нужен договор с мобильным оператором, которые вам помогут все это устроить, юридически оформить и технически настроить, и присылая SMS на короткий номер, человек может делать пожертвования в адрес организации или проекта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня был, видимо, сбой интернета. Скажите, пожалуйста, как меня видно, слышно плюсики? Хорошо, все восстановили. Так, ну, мы с вами остановились на вот этом слайде про то, какими путями онлайн можно собирать пожертвования. И вот здесь коллеги имеют большой опыт по этому сбору. Я хотела бы привести несколько примеров, как собирать через сайт. Это не про технический, это про контент. Во-первых, главная страница вашего сайта может быть фандрайзинговой. Вот мы видим фонд борьбы с лейкемией. Справа красная кнопочка, которая ведет на способы пожертвования. И вот фотографии людей. Под каждым человеком есть история. И написано конкретно, сколько болеет, какой диагноз, на что нужны сборы и так далее. То есть, прям первая сразу страница сайта может быть фандрайзингом. Вот, опять же, презентация, она активна. Есть ссылка, если вы заинтересованы посмотреть модель, можно зайти туда посмотреть. То есть, это подходит тому, у кого есть личные истории людей, которые они согласятся опубликовать. А может быть, это сбор даже не на каждого конкретного человека, а на проблему. Но проблема должна быть расписана. Что вот такой-то человек столкнулся с такой-то проблемой. И сбор денег способен так-то, так-то ее решить. То есть, описать очень хорошо решаемую проблему. Либо же это может быть лендинг пейдж, то есть, одностраничник, который не является официальным сайтом организации, а пишется под акцию, под какой-то конкретный сбор. Вот, например, про людей с инвалидностью. Санкт-Петербургский благотворительный марафон. Инвалидность не должна быть приговором. Есть кнопки, есть описание, опять же, идей. Под что собираются деньги. И то есть, этот одностраничник отдельно конструируется и продвигается. Но на основном сайте можно дать на него ссылку. Вот по ссылочкам тоже есть примеры таких лендингов. Мне кажется, очень продуктивно ходить по ссылкам и смотреть, что пишут, какие фотографии размещают, в каком порядке. Это все важно, потому что это такой журналистский навык подачи информации, как сделать так, чтобы человек, кликнув даже на эту ссылку, сразу не убежал, а действительно вовлекся и захотел сделать это пожертвованием. Вот это навык работы с контентом. И он, у россиян, уже так хорошо отстроен отточен, мне кажется, нам нужно в этом смысле учиться. Может быть, не копировать, как под копирку, не брать все. Но идею, саму мысль брать, мне кажется, имеет смысл. Вот пример, как организована платежная часть этого лендинга, где вы видите, есть альтернативы. То есть, можно банковской картой, электронным кошельком, смс-кой. То есть, несколько вариантов предложено, потому что обычно у человека, ну, когда есть хотя бы 2-3 варианта, это всегда как-то более располагает, нежели чем когда один заданный какой-то вариант. Вот, ну и смотрите, есть опция напомнить о платеже. Это вот очень важно, потому что это о том, что работа с частными пожертвователями должна выстраиваться так же, как работа с клиентами в бизнесе. В бизнесе есть системы CRM, работы, где вносится каждый клиент, когда он совершил покупку, когда там у него день рождения, его надо поздравить, какую конкретно покупку он совершил. Так же самое и для выстраивания эффективного фандрайзинга с частными лицами, очень важно выстроить вот эту CRM-систему с жертвователями. Когда не просто вы собрали деньги, поблагодарили и на этом спасибо, а человек попадает в базу, и ему ненавязчиво идут напоминания, да, если вот здесь чекбокс, где он может ввести адрес, чтобы ему напоминали с какой-то регулярностью делать пожертвования, да, и так далее. То есть изобретаются различные механики для того, чтобы человека не потерять. Если он однажды сделал вам пожертвование, значит, ну что-то его затронуло, или тема, или ваша подача, или может быть обратная связь ваша, или возможность как-то об этом рассказать где-то в соцсетях. Ну то есть у каждого своя мотивация, и вот этого человека терять нельзя, его нужно держать в поле зрения, и не навязчиво, не слишком, да, но тем не менее наши бизнесы пользуются, да, они и в смс-рассылку у нас включают, вот если ты однажды купил какую-то кастрюльку в технодоме, то все там, например, будешь постоянно получать сведения о ночи скидок, ну там условно. Вот то же самое, то есть все механизмы из бизнеса используются в эффективном фандрайзинге. Вот это для меня, конечно, было таким инсайтом, хотя я всегда подозревала, да, то есть я пришла в НКО из бизнеса, у меня было социальное, можно сказать, предпринимательство в течение шести лет, и когда я пришла работать, я поняла, что очень многие механизмы идентичны в бизнесе, да, и в НКО среде, просто немного, чуть-чуть изменен вектор, а технологически оно все одинаково. Ну вот здесь вот, что к процессу фандрайзинга, вот это применяется для меня, это было тоже таким интересным открытием. Вот пример, значит, как отчитываются за средства, то есть обязательно должно быть прозрачно, никогда собранные средства не должны просто быть потрачены, и написано, что общая сумма такая-то потрачена на тот, очень детально, кто сколько пожертвовал, но сколько это помогло там часов оплатить. То есть вот есть еще такой у нас стереотип, что собирают конкретно под, не знаю, тяжелый только случай, там лечить надо кого-то от какой-то болезни, там понятно, есть болезни, есть диагноз, есть сборы. То есть здесь коллеги пришли к тому, что они фандрайзят таким образом и на зарплаты персонала, и на оплату услуг, вот видите, 145 часов занятий с инструктором ЛФК для кого-то были оплачены. Ну, то есть на самом деле фандрайзи таким образом можно под любую тему, здесь очень важно, как ее сформулировать понятно, и для того, чтобы человек, во-первых, понял, на что он дает, а во-вторых, чтобы он мог отследить, что действительно столько было потрачено на это, да, чтобы он вот этот механизм четко прослеживал, что его конкретная копеечка не ушла там в карман директору этой НКО, а ушла на 145 часов занятия социальным педагогом, к примеру, да, то есть вот эти вот очень детальные отчетные механизмы, это тоже залог формирования доверия, и сегодня человек пожертвует там 400 рублей, а завтра уже 500, например, когда увидят, что это все прозрачно и действительно работает. Следующий, значит, кроме сайта, механизм сбора – это социальные сети напрямую, да, то есть можно делать фандрайзинговые посты, в которых прямо в самих постах указывать данные реквизиты для сбора денег, но здесь нужно быть очень осторожным от мошенников, которые очень быстро копируют ваш контент и начинают как бы от вашего имени собирать для себя. Ну, хорошим выходом является создание лендинг-клиж, например, и продвижение ее через социальные сети. Даются такие рекомендации, что нужно обязательно писать пост с призывом взять пожертвование, это не должен быть такой голый призыв, да, это должен быть обязательно облеченный в какую-то историю, в какой-то рассказ. Обязательно нужно выстраивать контент-план фандрайзинговой компании, где не только будет контент с просьбами пожертвований, но и разного рода. Я чуть дальше расскажу, какой постится контент. И по сетям, по обзору, они, россияне говорят о том, что их очень много ВКонтакте, но там такая динамичная аудитория, которая в основном читает, лайкает, но никак не жертвует. А вот в Фейсбуке уже концентрирована более такая состоятельная, более вдумчивая аудитория, которая как раз, для которой слова про ценности, про миссию что-то значат, и которые как раз могут и быть потенциальными жертвами. То есть, если это именно не про имидж, а про сбор денег, то лучше, конечно, идти в Фейсбук. Ну и Инстаграм используется в основном как имиджевая такая площадка для формирования имени, для раскрутки каких-то таких тусовочных от вами мероприятий, флешмобов. Но это все тоже неотъемлемая часть, потому что если нет имени, если есть от организации или проекта только лишь просьбы о деньгах, это тоже не результативно. То есть, нужно со своей аудиторией разговаривать, как вот был пример оффлайн-акции, когда именно через общение, через вовлечение, через информирование формируются отношения, доверие и потом идет пожертвование. Точно так же и социальные сети. То есть, очень малое количество людей жертвует просто потому, что вы вдруг выстрелили, описали свою проблему и давайте жертвовать. Это целый коммуникативный процесс формирования таких экспертов, когда вы готовите лояльную аудиторию, которая начинает понимать ваши проблемы, которая начинает сочувствовать ей и тогда уже идет пожертвование. Так, ничего не видно, конечно, но вот если вы скачаете презентацию, здесь, наверное, почитайте пример, как пишутся фондрайзинговые посты, где фотография людей, история людей, то есть, что это не просто голый текст. Вот пример контента от самих благополучателей. То есть, это очень круто, когда сами люди, сами ваши люди, на которых вы собираете, на помощь, которым вы собираете, выкладывают свои письма, рисунки, может быть, флешмоб с их участием. То есть, вот контент от благополучателей всегда вовлекает очень сильно людей в ваше сообщество и делает их сторонниками. Развлекательный контент в виде мультфильмов, мультфильм про инвалидность, да, то есть, казалось бы, такая тема, какой тут мультфильм, но, тем не менее, развлекательный вот контент и на эту тему есть. Ну и не всегда люди хотят видеть только загруженную такую сложную информацию, им профессиональную, да, особенно если с терминами, с какими-то. Они хотят, приходят в соцсети общаться, развлекаться, поэтому нужно в своем сообществе тоже такого плана контента обязательно давать. Так, ну вот это просто ритейлинг, да, что очень хорошо рассказать там, значит, истории формата, вот эта история формата там света и тапочки, да, то есть вот эту фандрайзинговую историю, показать, что как собрали деньги, как дали, что из этого получилось, то есть рассказывать уже, погружая в детали, да, это вот к отчетности, к прозрачности механизма, то есть если собрали на 145 часов работы с ЛФК, так расскажите один час работы с ЛФК для людей, чтобы они понимали, что за работа с ЛФК, что она дает вообще этим людям, да, то есть если собрали на какую-то конкретную тему, покажите, да, ее прям как журналистам, вот здесь опять эта мысль, что у НКО очень много надо учиться у журналистов, создавать такие репортажные посты, да, которые формируют лояльность аудитории и тем самым помогают дальше этот цикл фандрайзингов углубить, расширить. Вот, значит, просим не только деньги, это к вопросу о том, что не только, не только, что фандрайзинг это сбор в целом ресурсов, вот как примеры постов, вы можете потом полайкать, да, посмотреть, как просят на зарплаты, да, есть такая сложная тема, когда правозащитный центр какой-то, да, или вот как сегодня коллеги из Медианет, где, может быть, нет таких кейсов конкретных, да, про людей, как помог там продукт Медианетка конкретному человеку, но зарплаты там людям платить надо, ну, например. Вот можно посмотреть, как оформляется эта история, как объясняются людям, за что эти люди получают зарплату и как этот механизм расписывается. Можно просить вещами, но это так понятно, да, самый понятный такой механизм. Акции делают к праздникам и обосновывают это. Можно просить какие-то консалтинговые услуги, ну, то есть вот к тому, что фандрайзинг не только деньги. Следующий инструмент – это рассылки. Рассылки, наверное, нам всем известны по так называемому инфобизнесу. Сегодня очень процветает, когда каждый эксперт, когда каждый выступает и плюс продает свои онлайн-курсы. Вот рассылки. Здесь как раз вот про базу жертвователей. Вы видите статистику, что 1 третью всех пожертвований онлайн приносит рассылка. Это говорит о том, что необязательно каждый раз инициировать некие акции. Ну, то есть если этот процесс в организации совсем не отлажен, конечно, очевидно, что придется начать с акций. Оффлайн, или как фестиваль, или как работа с какой-то площадкой, с какой-то компанией. Или онлайн, или через лендинг, его продвижение в соцсети. Но, тем не менее, какой-то акционизм на старте обязательно нужен. А потом, когда накопляется уже база пожертвований, и чем правильнее сработали в свое время с этой базой, вовремя поблагодарили, поздравили с днем рождения, прислали, может быть, какую-то и полезную информацию для этих людей, тем эта база становится лояльнее, и уже деньги начинает приносить сама база. То есть достаточно раз в какой-то период сделать рассылку с новой информацией о новом сборе для чего-то, обосновать его, и уже тогда начинает работать рассылка. Причем есть и бесплатные сервисы для таких вещей. Ну, они ограничены по количеству подписных адресов. Они довольно удобны с точки зрения формирования письма. Также обязательно рассылки должны быть выстроены в контент-плане. То есть это не может быть так, что сегодня нам пришло в голову, ой, а надо, наверное, нам сделать рассылку, и мы ее сделаем. То есть есть, как в любом виде пиар-деятельности, план идеальный, если он на вот, где расписаны вот эти вот праздники, ключевые точки, под которые приурочены будут акции. И там в этом плане где-то пост, где-то рассылка. Ну, то есть вот он таким образом выстроен, что пиар-активность идет все время регулярно, и нет такого, что в какой-то период времени мы ничего совсем не делаем. Собрали достаточно денег, работаем, работаем. А потом деньги заканчиваются, и мы думаем, ой, надо нам, наверное, что-то опять поделать. Вот это вот плохая история, как бы так работать не советую. Ну, и вот дают советы, как увеличить свою базу подписчиков, собирать их везде, где возможно, на разных нетворкинг-мероприятиях, собирать визитки, предлагать, подписать человека, да, то есть чтобы это было не навязчиво, потому что у нас есть сбор, ой, закон тоже о сборе персональных данных. Это все должно быть согласие подписчиков обязательно. Вот, ну и как бы контент, который вы предлагаете, это одна из составляющих, то есть не стоит быть сфокусированным на том, что если я буду вот интересную информацию давать, все будут подписываться. Нет, своя активность тоже обязательно должна быть по этому сбору, и по, то есть про активность в плане формирования базы подписчиков, она дает свои результаты, когда не просто мы ждем, кто же на нас подпишется, и когда же на нас обратят внимание, ну и активно выходим сами на людей и оффлайн, и онлайн, предлагая им, рассказывая им, делясь и вовлекая в работу своего сообщества. Так, ну и вот такая финальная идея, наверное, на сегодня, что все эти вещи хорошо бы собирать в акции, то есть когда не просто у вас один пост фандрайзинговый, фандрайзинговый, да, ну или серия постов по продвижению лейнинга, и не просто у вас там, допустим, фестиваль какой-то вы сделали, и он остался, а как событие красивое, большое, но тем не менее разовое, да, то есть хорошо бы все эти инструменты объединить в одну стратегию, и, да, и понять, как ваш, и попробовать, и понять, как ваша организация лучше работает. Может быть, это будет такое долгое аккумулирование и подготовка, а потом выстрел такой по всем фронтам, и сразу фестиваль, и сразу там на нем присутствует какая-то компания, и все это поддерживается такой широкой компанией, и сделать это ежегодно, как вот Добрый Питер, да, и все уже знают, и все уже ждут, и есть люди, которые, может быть, не жертвуют регулярно, но они знают, что раз в год у меня Добрый Питер, я коплю там специальные деньги, да, иду на этот Добрый Питер, выбираю себе там проекты, кому я пожертвую, и жертвую им. Или же это должно быть наоборот такое, такая вот ежедневная, кропотливая, постоянная деятельность в поведении сообщества, формированию сообщества лояльного, вот у меня есть пример, там мы познакомились с одним, значит, клубом, где отцы детей с инвалидностью, да, и вот это такое очень лояльное, и они всегда друг друга поддерживают, если нужен какой-то сбор, обязательно все скинутся, да, это немножко другая стратегия. Но суть в том, что эти активности не должны быть разовые, хаотичные, а должны быть выстроены, с учетом либо ваших предпочтений, в смысле кадровых, да, ваших способностей, то есть это же тоже все большая деятельность. Вообще, на самом деле фендрайзинг – это отдельная такая большая деятельность, в которой по-хорошему нужен специалист, да, который занимается этим всем, и только на это тратит свои деньги, но, ой, на свое время. Но не всегда в наших организациях есть, да, ресурсы выделить для отдельного специалиста, поэтому у нас и печник, и плотник, и один человек приходится заниматься разными функциями. И вот в этом смысле еще одна ценная мысль для меня из стажировки состоит в том, что фендрайзинг – это задача всей команды. Не может один человек быть фендрайзером, и организация при этом устойчивая, потому что это настолько размытая задача в смысле, ну, даже не в смысле конкретной реализации, вот здесь по реализации понятно, если человек умеет писать посты, он должен писать посты, если он умеет там продвигать лендинг, он должен его продвигать. А здесь идея в смысле сбора информации, налаживания отношений с потенциальными жертвами, жертвователями, презентации своего проекта, да, то есть фактически каждый сотрудник организации – это фендрайзер, он налаживает коммуникацию, он презентует свою организацию или проект, он должен углядывать эти возможности, он должен их пытаться реализовать на месте, да, то есть если он где-то познакомился с, ну, условно, с руководителем HR-службы какой-то, компании, он видит, что с этой компанией можно сделать акцию, значит, он должен хотя бы какие-то начальные договоренности достигнуть. И поэтому именно все сотрудники должны знать об этих возможностях, что можно и так, можно и так использовать. И когда потенциал вот такой организации задействован, да, в этой схеме каждый сотрудник фендрайзер, конечно, организация выигрывает и проект выигрывает, и становится более успешным в этом смысле, устойчивым, когда каждый сотрудник понимает, что фактически его зарплата зависит от того, насколько будет успешен фендрайзинг этой организации, соответственно, если он что-то сделает в этом смысле, всем будет от этого хорошо. Вот эту мысль я вынесла прям так на уровне, знаете, осознания такого очень хорошего. Вот, ну, вот в принципе все, что я хотела рассказать о работе с частными жертвователями, я буду рада, если вам эта информация была полезной, предлагаю найти меня в соцсетях, если вопросы остались, можно задать сейчас, либо задать мне на почту, мессенджеры я всегда проконсультирую, буду рада рассказать, может быть, ответить на ваш конкретный вопрос, на вашу конкретную ситуацию. Прошу вас, коллеги, как-то отозваться. Полезно было, что-то запомнилось, что-то хочется спросить. Большое спасибо, Кумис, что были с нами. Вопросов нет. Это хорошо или плохо? Есть ли примеры с научными исследованиями, с фендрайзингом на исследования? Смотрите. Продолжение следует... Попробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, короче говоря, про исследование нужно правильно упаковать подачу людям, для чего вы делаете, что изменится в результате вашего исследования, на что оно может повлиять. Если мы правильно это упакуем, тогда все эти методы могут работать, особенно онлайн, я думаю, особенно с учетом того, что фейсбук это такая думающая аудитория, то я думаю, что очень рабочий вариант и на исследование искать денег. Продолжение следует... Продолжение следует...